На этой кухне раньше готовили пять семей. Теперь осталась только Таисия Касьяновна. Со стен и потолка здесь давно осыпалась вся отделка. Проводка старая. В этом доме негде даже помыться. Входной двери тоже нет. И туалет один на два двора. Жить в таких условиях пенсионерке, мягко говоря, некомфортно. Аварийную двухэтажку на Ленинской давно расселили. Из соседей осталась только кошка Тангина. Таисия Назарова, сотрудник российского Красного Креста. Под ее опекой десятки тяжело больных пациентов. Сама она инвалид второй группы. За шесть лет ей предлагали множество вариантов переселения. Среди них и квартира на Новосадовой. Вот так она выглядела еще в марте, когда женщина впервые в нее вошла. Разруха и горы мусора. Теперь, говорит, квартиру не узнать. Я благодарна, конечно, такой хороший ремонт, который мне сделали. Это для меня подарок в жизни. Уют и сделаю, как всегда. Уют надо привезти. Цветы у меня есть. Цветы я привезу здесь, чтобы дышало хорошо. Ремонт квартиры взял на контроль городской департамент управления имуществом. На это выделили почти 400 тысяч рублей. За двое суток отсюда вывезли весь мусор и старую мебель, которая осталась от прежних владельцев. Здесь заменена полностью проводка. Заменены сантехнические приборы. Отшпаклеваны, выровнены стены, потолки, обои. То есть все, что вы здесь видите, все было сделано. Потому что изначально в эту квартиру было зайти практически невозможно. Балкон был завален полностью. То есть выносить мусор через окно. Жилое помещение было в судебном порядке изъято из незаконного чужого владения. Мы вернули квартиру в муниципалитет. Данная квартира отремонтирована. В новой квартире все удобства, о которых Таисия Назарова мечтала много лет. Отдельная кухня, свои туалеты, ванны. Пенсионерка уже прописалась и уже планирует новоселье. Алина Чемерес, Алексей Золотинков, События.